Сколько сейчас в университете обучается у вас? По белорусским образовательным программам 4,083 студента на 1 января, по российским образовательным программам 430 на двух уровнях обучения. В основном это дневная форма обучения, магистратура открыта недавно. Все-таки в Российской Федерации магистратура рассматривается как вторая ступень высшего образования, но на самом деле это, на мой взгляд, не совсем рационально. То есть затрачивается больше времени на подготовку того же специалиста, а первая ступень, бакалавриат, 4 года, там, по сути, специалист, который подготовлен, это бакалавр, он на уровне техникума. То есть так, как на Западе у них форма? Да, у нас система более оптимальна, то есть у нашего музея это специалитет в основном, все специальности, а магистратура рассматривается именно как подготовка кадров лучшей квалификации для дальнейшей работы преподавателем в науке. Ну вот смотрите, чтобы это так было, я уже получал, чтобы ни в коем случае, мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знаю, что с ним делать. В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Все, больше нам туда не надо посылать, всех туда скопом посылать не надо. Бакалавриат, хорошо, мы просвоим ему вот это звание бакалавр, да? После окончания вуза, если уж там, чтобы дипломы подходили, но мы будем считать, что это человек с высшим образованием. И только вот единицы должны идти в магистратуру, чтобы дальше преподавать, заниматься наукой. Лучших, их надо агитировать, чтобы они шли в магистратуру, становились учеными или же преподавателями. Вот там должна быть особая программа, и это тоже надо проверить, какие программы магистратуры. В некоторых вузах, это как я уже получил информацию и занимаюсь этим, какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. Это что, нормально? То есть идет повторение целый год того, что было, то, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов, как он говорит, высокой квалификации, которые будут заниматься а. наукой, б. преподаванием. Мало того, я уже говорил, что и программы вузовские, школьные и вузовские, надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в 8-9 классе, вот математика и так далее, изучают то, что раньше мы изучали в вузе. Но неужели так жизнь не ускорилась? Неужели математиков готовим всех их? Поэтому очень серьезно надо заниматься образованием. Если министр этого не понял, значит он не министр.